ясная луна у пруда всю ночь напролет брожу любуюсь новый камуфляж гопников толпа сколько будет трупов приветствую вас увеличивающие животы печеньки с вами федорович а сегодня мы увидим очень редкие секретные кадры которые мне прислал один из моих подписчиков который за это видео мог поплатиться жизнью кай за вашу безопасность после просмотра и я не ручаюсь поэтому сам принял методы маскировки ведь старорусские мастера бесконтактники готовы на все чтобы такие видео были сразу уничтожены а все свидетели стерты с лица земли получается в горло и достаточно что он не взбивает сейчас берете в него ну если у него чего вверх я могу в лицо залезать движение наружу не получается только во внутрь быстрее как кошка лапа это лезть наружу он уйдет ну да причина настоящий алмаз даже в грязи блестит а мастер везде и всегда на видео слева в однотонном камуфляже ну а куда же без него вы видели мастера одной из старорусских школ и судя по движениям возможно какого-то направления кадочникова хотя они все похожие дают приблизительно одну и ту же великую и непобедимую биомеханику в общем как я понял из диалога к мастеру гости пришли несколько представителей других школ и устроили ему экзамен на технику я подхожу до дистанции я подхожу до дистанции хорошо, ладно, я точно так помогу аккуратно аккуратно вы предполагаете, что я сделал очень важно куда я тыкаю то есть я сейчас тыкаю в разные стороны от руки по разному получается я могу под рукой пройти провалодили задом не сидишь а здесь быстрее рука быстрее работает а если сбоку ваше эксперимент сейчас плохо закончится заканчиваете? хорошо битый шаг бежит быстрее разбалованной лошади а вот битый мастер просто пухает с горя и так что мы видели на видео человек с палкой имитировал работу штыком то есть вы должны понять что любое нападение с этой палкой как бы штыком это порез или смерть и что было по факту то что мастер уже был убит 10 раз каждый удар по новой траектории четко попадал в корпус или в плечи мастеру только после того как нападающий делал больше трех одинаковых ударов мастер начинал как-то отбивать то есть выучивал одно и то же движение и то если вы заметили он потихоньку разрывал дистанцию чтобы увеличить время на реакцию но когда нападающий начал подходить или дергаться сразу сказал ты бьешь неправильно нельзя дергать то есть ребята в реальном бою с ножом с палкой или с любым оружием все дергаются делая обманные удары в этом и сложность что тот кто хочет защититься никогда не знает куда будет сделан удар в голову в корпус или через голову в корпус ну ладно сейчас мы посмотрим как следующий мужик будет проводить свой особый тест с мастером там работают вы ничего никогда не не все мы работаем не против дразнил это не дразнил это уже нормальный прием да так давайте сейчас тут это два трупа будут ну его нафиг нет дразнил не будет надо просто технику показать значит обязательно будет два три укола покажет а вот эти вот варианты там чего-то там вот так вот так такое не будет на разговор-то идет потом все время сработать нарезок какой идиот будет вот так вот на вас идти нет вот так я набегу да даже солдат обекновение солдат тут же следующее помните вот эти вот раньше делали из вязанки значит вперед коры салон проработка или двойной вот он кольнул и пошел и после этого и пошел дальше как вы будете защищаться даже от двойного тычка все это же штык пока он просто идет об одном тычке ну пусть даже одиночном просто меня хорошо вот одиночный в моем исполнении я даже прокалывать не буду вот я стою на дистанции успевайте успевайте успели? хоть один раз не успевайте ничего не успевайте это убивка после этого видео даже добавить нечего ведь вы все видели сами это полный крах и беспомощность мастера я вот только не понимаю зачем эти ребята показывают камуфляжнику реальные и практичные удары он же теперь переобуется и начнут учить не защите от палки а нападению с палкой так как нападали на него не соблюдают пацаны правила что в бою саблю в долг не дают а они приемы дают потом мастер им же их же приемами и отомстит ну ладно смотрим дальше только теперь защиту от биты я просто сейчас хочу поймать контакт его руки чтобы именно был контакт а не подробежка а вот на этом не получится это нужно твердо играть ну пускай все страшно вот ага медленно и то и то немножко сейчас тут было клокоть жесткость если медленно делать то у Сереги получается вот она плитер а если я сейчас делаю короче не получается уже видишь короче более тяжелой палкой да конечно но почему тем более тяжелой палкой тем более если блок и поделки так смысл торчил приемом то что плоскость пускать в скользко вот в чем сова смеется а дятел дальше долбит так и с нашим мастером вроде бы дали надежду на то что у него все получится а потом просто изменив движение удара снова рассыпали всю защиту в хлам то есть при такой защите человек скорее получит перелом руки чем защититься от удара ну что ж смотрим дальше вот с такой позиции я могу нанести удар практически в любое место да согласен ага я понял так я ударил я понимаю но я так сделал рикошет я медленно ударил извиняюсь алексей возьмите барон тебе не так страшно будет да нет просто она тоже тяжелая я говорю что с этой позиции можно как угодно бить я специально в живот вот то есть и это будет очень быстро я по голове пробить могу так вот вот тяжело здесь только надо отходить или сближаться или отходить или сближаться только сближаться просто палкой всегда утили на сближение покрыть винограднику нужна не молитва а мотыга а мастеру хорошая проверка прямо как было только что мне даже стало жалко мужика в очках он столько раз получил палкой что завтра наверняка будет делать примочки на синяки но это цена за науку которую ему преподали после этого он станет более крутым мастером ведь теперь сможет делать все то же что сделали ему только теперь своим ученикам подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соц сетях а в комментах напишите что думаете про защиту от штыка, палки или ножа? штыка все спокойно защита ногами переваривайтесь то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кодык достать понимаете не напрягаясь как бы не отходим из этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отгреваться соответственно пленки приветствую вас солнцелекия тигры вниз в центр вверх в центр Вниз в центр, вверх в центр. Все. Прямой уклон, боковой апперкот в печень и правый локоть режем. Его можно бить сбоку, его можно бить немножко сверху вниз. Это все по противнику. Суть работы очень простая. Ты подбрасываешь мячик и пока он опускается, стараешься попасть по нему локтем. Левый фронт остановили, правым коленом сократили дистанцию, зашли в корпус. Правый локоть пробили и левое колено добавили. Вот такой, казалось бы, простой комплекс всего из четырех упражнений меня вымотал капитально. То есть тяжелее, чем работа в спарринге. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»!